Конфликт между Нидерландами и Турцией набирает новые обороты. К дипломатическому скандалу подключились не только протестующие полиция, но и европейские политики. К чему это все приведет? Елена Зорина подробнее. Поменять конституцию и превратиться в султана на практике оказалось не так-то и просто. Можно нарваться на международный скандал. Вслед за Германией против агитации за турецкий референдум выступили Нидерланды. И похоже отношения с Турцией у этой страны разладились всерьез и надолго. То ли приближение парламентских выборов в Голландии. Голосование через два дня. То ли действительно тут максимальная забота о безопасности. Но уж получилось как получилось. Все началось еще на выходных, когда власти Нидерландов не впустили самолет с главой МИДа Турции на борту. А министру по делам семьи, которая пыталась его подстраховать в Роттердаме на митинге, посвященном конституционным правкам, перекрыли дорогу, а позже и вовсе ее выдворили из страны. Дальше больше против протестующих. Полиция применила водометы, а послу Нидерландов в Анкаре посоветовали не возвращаться на работу. Ну а политики стали обмениваться не просто колкостями, но даже откровенными обвинениями в фашизме. Президент Турции и вовсе потребовал от международных организаций вести санкции против Нидерландов. Нидерланды ничем не отличаются от других стран ЕС. Они действуют как банановая республика. Мы абсолютно готовы к деэскалации, но, конечно, эти высказывания президента Турции абсолютно неприемлемы. Скандал докатился и до Брюсселя. И теперь уже тут призывают страны пойти на мировую. Мол, дипломатия превыше всего. Секретарь Совета Европы заявил, странам нужен диалог. А вот один из лидеров президентской гонки во Франции, Марин Липен, в своем твиттере выступила против турецких митингов в ее стране. Дескать, зачем принимать во Франции предложения, которые отвергли другие демократии? Приняла сторону Нидерландов и канцлер Германии Ангела Меркель. Эти сравнения относительно Нидерландов, которые пострадали от нацизма, абсолютно неприемлемы. И именно поэтому Нидерланды получили полную поддержку и солидарность. Референдум касательно изменений Конституции в Турции назначен на 16 апреля. В других странах голосование пройдет раньше с 27 марта по 9 апреля. Поэтому турецкие власти активно развернули агитацию. К слову, новая Конституция сделает из прежнего президента практически султана. Его будут избирать не на 4, а на 5 лет. Сам он, если захочет, может остаться на второй срок и может предлагать стране свой бюджет. Да и из партии уходить не нужно. Парламент Турции Эрдогана уже в этом поддержал. Теперь слово за гражданами страны. Елена Зурина, Вадим Сверидонов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.